Разговор об актуальном, но в новом формате. Журналисты и представители регионального Минстроя общаются в режиме видеоконференцсвязи. Стоит ли ожидать после снятия ограничительных мер и после того, как мы все выйдем из режима самоизоляции, стоит ли ожидать повышения цен на жилье? Значительного повышения точно нет. Строительные материалы, если и подорожают, то несущественно. Стройки приостанавливались, но максимум на неделю. Сейчас все компании работы в текущем режиме, соблюдением норм санитарной безопасности. Оснований говорить о срыве сроков строительства объектов, которые сегодня возводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом Владимиром Путиным, нет. Корректировок плановых заданий пока не будет. И все же по строительной отрасли ситуация с пандемией ударила сильно. Пока спада продаж по новостройкам не наблюдается. Во многом это связано с тем, что люди в экономически неспокойный период стараются вложить деньги в надежное и необходимое жилье. Однако к концу года падение спроса на новые квартиры все же ожидается. Нужна поддержка отрасли, и сделать это только за счет бюджетных средств невозможно. Губернатор Дмитрий Азаров, как председатель рабочей подгруппы Госсовета по направлению комплексное жилищное строительство, поручил региональному Минструю подготовить предложения по поддержке застройщиков. Они разрабатываются. Одной из таких спасительных мер может стать перенос массового расселения из аварийного жилья на более ранние сроки. Ведь 80 процентов участников переезжают в новые дома. Есть предложение от федерального Минстроя уже у нас на рассмотрении находится о том, чтобы вот этот вот пик 100 тысячный, он был сдвинут на 22-23 годы. А если мы готовы, то и на 21-22 год. А это довольно серьезное подспорье застройщиком, потому что это большой объем гарантированного спроса. То же самое по-хорошему нужно бы сделать и для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. На 2020 год запланировано расселение более 32 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это коснется 1800 человек. Почти весь объем законтрактован. То есть квартиры закуплены, идет процесс передачи в собственность. Поддержит строительную сферу, с которой тесно связаны множество других отраслей экономики и госпрограмма льготной ипотеки под 6,5%. Она продлится до 1 ноября этого года, и банки уже включились в нее. На срок до 30 лет можно взять жилищный кредит на сумму до 3 миллионов рублей на покупку квартиры в новостройке. Использовать маткапитал по этой госпрограмме можно. Разработан и федеральный пакет антикризисных мер поддержки строительства. На время приостанавливаются проверки застройщиков. Вводятся моратории на некоторые штрафы. Если сроки сдачи объекта сдвигаются меньше, чем на полгода, он не попадет в статус проблемных. При этом крупные компании региональный Минстрой контролирует в режиме онлайн. Мы проверяем, а действительно ли для каждой смены работников проводятся измерения температуры, обеспечен ли масочный режим, обеспечен ли режим труда, сколько работников находится на дистанционном режиме работы, ну там, где это возможно. Одновременно вторая цель таких проверок – это, конечно, оградить отрасль, оградить регион от возможных злоупотреблений. В Минстрой подчеркивают, при всех действующих сейчас послабления для застройщиков, сдача объектов в эксплуатацию срываться не должна. Алена Власова, Сергей Костин, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.